Доброе утро! Мы в офисе 1580. Узнаем про ситуации на звучании, которые произошли за последние сутки. Сергей, здравствуйте! Доброе утро! Вчера у нас чрезвычайных происшествий не было. Добавились у нас немножко проблемки по отоплению. Пушкина 88 и Шведская 14. Я думаю, там два дома по стояку. Думаю, что сегодня это закроем. В связи с этим у нас немножко по отоплению, по сравнению с прошлыми днями добавилось. То есть теперь пять домов у нас получается, которые стоят? Да, да. Пять домов, но эти два, я же говорю, я думаю, сегодня их сделают. А причина того, какая? Значит, по Пушкина 88 порыв в подвале, на сегодня работы передают. То есть друга прорывало? Да, да, да. И Шведская 14, течь пластиковой трубы по квартире 37. Ну, цепостоят, в принципе, я думаю, что у нас сегодня это все закроем. Значит, да, по погоде у нас тоже до сегодня без истотных опытов передают. Минус 8 на улице. Да. Ну, у нас на ночь передавали, что должно было быть минус 3-5, а днем передают плюс 2, плюс 4. То есть ветра тоже не будет. Вчера... Чуть-чуть ошиблись они. Да. Вчера, несмотря на штормовое предупреждение по ветру, у нас особо по деревьям ничего таких заявочек не было. Ну, ветра, в принципе, сильного не было такого. С утра подымался, но ближе уже к вечеру уже там не минус. Что еще произошло? Сторвалось, уже поступило заявок. Значит, заявочек у нас 207. 207 заявок, как я уже говорил, основная часть из них по отоплению. Значит, все заявочки по отоплению мы передали на ЖЭК, потому что эти два дома, которые добавились, это в основном, что внутренние системы. На теплоэнерго значительного количества заявок. Значит, тоже остаются у нас заявки по канализации. У нас на втором месте 7 заявок. Вчера поступило. Одно из таких, это Великотраннская 29-2. Там на Центре здоровья. Поэтому там уже, ну, скажем, вторую неделю подряд топят канализации. Думаю, что сегодня буду туда выезжать. Будем проверять причину, почему там не будет. А остальные, это забитые люки? Да, да. В основном это дворовая канализация. То есть, ну, водоканал выезжает, вон на каждую заявку проверяют, чистят, делают. Но вот именно то, что по Великотраннской, это в пятницу, первый раз, ну, на прошлой неделе в пятницу чистили. И уже вчера новая заявка. То есть, они сейчас стоят без сливок? Ну, они стоят на подпорье. То есть, ну, в принципе, в принципе, вон это то вчера, на той же самой Великотраннской они сделали работы. Но надо сейчас выяснить, почему она забивается именно на том участке. То есть, возможно, там замулена труба быть, надо смотреть. Если там замулена труба, то надо вызывать гидромашину, которая будет заниматься промышленностью канализацией. По поводу ремонтов, водоканал, который делал, собирался делать разрешение, получил, не получил? Как раз она уже работает, они, я думаю, что там в течение нескольких дней, я думаю, что закроют этот вопрос. Еще хочется сказать, у нас сейчас значительное возрастовое количество заявок по мусору. И основное количество это после того, как выполняли капремонты крыш и поточные ремонты, то есть, что строители не вывозят мусор. Пусть звонят на 1580, мы систематизируем, передаем на вооружу управления, и подрядчики будут вывозить после себя. Хорошо, спасибо тогда вам, Сережа. Спасибо вам.